Сегодня органы госбезопасности нашей страны отмечают 105 лет со дня образования. В честь этой даты в Волгограде прошло торжественное собрание. Участие в нем принял и губернатор Андрей Бочаров. Он поздравил собравшихся с профессиональным праздником, а отличившимся сотрудникам и ветеранам регионального управления ФСБ России, вручил заслуженные награды. Губернатор поблагодарил сотрудников регионального управления ФСБ России за профессионализм и самоотдачу и подчеркнул, что Волгоградское управление по праву считается одним из лучших в стране. Администрация Волгограда приобретет квартиры для 63 волгоградских семей. По результатам открытого конкурса «Процедур» определены поставщики первой партии из более чем 60 квартир, предназначенных для переселения жильцов аварийных домов в рамках рекпроекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда нацпроекта «Жилье и городская среда». Волгоградцам предоставят 7 однокомнатных и 48 двухкомнатных квартир площадью от 28 до 49 квадратных метров. Предложенные квартиры в основном расположены в новостройках Кировского района. Процедуры закупки еще 8 однокомнатных квартир продолжаются. По условиям контракта в квартирах должны быть установлены кухонные плиты, сантехника, выполнена чистовая отделка. Владельцы жилых помещений в аварийных домах получат квартиры в собственность. С теми, кто живет на условиях социального найма, заключают новые договоры. С начала этого года муниципалитет заключил контракты на приобретение более чем 850 квартир. Консервы, сладости, фрукты и многое другое на площадке стадиона «Волгоград-Арена» волонтеры и представители власти региона вместе сортировали товары и упаковывали новогодние подарки для участников спецоперации. В рамках акции «Тепло из дома» каждый желающий волгоградец мог отправить вещи, сувениры, подарки и просто письма со словами поддержки военнослужащим российской армии, выполняющим свой долг по защите Донбасса. Вопросы о формировании и доставке новогодних подарков жителям Волгоградской области участникам специальной военной операции обсудили сегодня и в ходе совещания, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Глава региона поблагодарил муниципальное образование предприятий и организации Волгоградской области всех неравнодушных жителей за активный отклик и участие. 45 поликлиник отремонтируют в Волгоградской области в следующем году в рамках национального проекта здравоохранения. Вопросы его реализации и решения других задач рассмотрели сегодня участники воезного совещания облздрава и профильного комитета областной думы на площадке больницы скорой медицинской помощи номер 25. Обсуждение столь важных вопросов в таком формате прошло впервые. Участники заседания по реализации нацпроекта отметили, что все мероприятия проходят в штатном режиме, большинство целевых показателей достигнуто. Важным по-прежнему остаются вопросы подготовки и привлечения кадров. Обсуждалось совершенствование системы обучения по целевому набору. В флаге 15 республик Советского Союза скафандр космонавта дважды героя Советского Союза Юрия Малышева, экземпляры газет, которые сохранились только в музеях. Для тех, кто жил в годы СССР, за каждым из этих предметов история страны. Сегодня в областном краеведческом музее столетию со дня образования страны, чей народ сокрушил фашизм и чьи представители первыми полетели в космос, открылась выставка «Союз советских». Посетители увидели артефакты из коллекции фондов краеведческого музея. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6, днем от 0 до 2 градусов со знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова